500 на 500 человек. Так, да, тут, ну, про вопросы перевода я отвечу чуть позже. Вот, да, про протокол тут много поднимают вопросы, протокол Минтранса. Действительно, протокол, ссылки есть, он на определенных ресурсах именно Минтрансовских висит. Просто с канцелярии, с самого сайта сняли его, потому что пошел огромный шквал вопросов, просто испугавшись тем, что происходит и как, не разобравшись, на всякий случай убрали, но этот вопрос чисто технически, сейчас, по-моему, он или уже висит там, или на дочерних структурах Минтранса он находится, поэтому это, друзья, абсолютно такой, для нас сейчас не принципиальный вопрос, потому что есть оригиналы этого протокола, есть заседания этих комиссий, поэтому все это, друзья, для нас, ну, сейчас уже не так важно. А если таким образом отработывает чиновничество, ну, еще раз столкнулись с тем, что на всякий случай испугавшись, убрались с сайта. Вот, может быть, а может быть какая-то другая причина. Так, поэтому, друзья, то есть то, что сегодня вот хотели акцентировать внимание и специально с этого начали именно с выставки в Берлине о том, где будет представлена технология Hyperloop и Skyway, это знаковое событие, и как раз о том, что такого рода технологические форумы, где присутствует огромное количество экспертов, инвесторов, людей, которые именно заинтересованы и профессионально отслеживают развитие технологических процентов в транспорте, они как раз вот сойдутся и увидят разные технологии, и очень важно именно представить концепты. А так как сентябрь месяц у нас уже будет полным ходом подходить уже подготовка к демонстрации в октябре технологий, именно концептуальных вещей, то для нас очень важно и значимо будет представить, показать и поучаствовать именно в этой выставке. И в данном случае тоже интересно то, что говорил Алексей про выхлопы, еще буквально два месяца назад весь интернет обошел ролик о том, как Tesla S горит синим пламенем и автомобиль там за считанные минуты сгорает до тла. Так вот, интересно, друзья, что этот пожар, который выложили, стоил корпорации капитализации почти в 2 миллиарда долларов. Представляете, да, как очень важно задекларировать, показать, и какого рода события происходят, как это сразу влияет на имиджи и на технологии, и в конечном итоге на капитализации всей технологии. Так вот, на сегодняшний момент утверждения, которые делает инженер Юницкий по безопасности, по экологичности, по эффективности, они сегодня почти на порядок превосходят все параметры, которые сегодня могут быть. И те расчеты, которые сегодня сравнимы с Tesla S, где в 17,5 раз... Так, да, Алексей, ты выложил пожар Tesla, да, это интереснейшее, как бы, там, событие, так сказать. Вот, и это тоже, насколько в технологическом мире такие события очень значимы. И почему вот сейчас у нас тоже, когда вы будете это показывать, когда вы будете это показывать, наставить, друзья, показывать можно законченный продукт. На сегодняшний момент, на фестивале и в апреле то, что мы будем показывать, это не демонстрация каких-то технологий. Мы собираем единомышленников, и мы показываем именно технологический процесс строительства, натяжение струн, натяжение путевой структуры. Мы покажем прототипы и модели подвижного состава. Это, чтобы вы все это своими глазами увидели и были сопричастны к процессу. Окончательная презентация все-таки будет, начиная с осени, то есть, когда будет готово. И это тоже, друзья, очень важный момент, потому что я на прошлом вебинаре это говорил, и сейчас повторяю, чтобы вы четко это понимали, что демонстрация преждевременная для нас – это потеря капитализации. Даже те формы и обводы, которые сегодня даются на подвижной состав для людей, которые будут повторять и копировать эту технологию, тоже будут нести очень большую информацию. И поэтому пока она патентна и концептуально не защищена, а технология может быть защищена только целой серией определенных действий, то есть, это не только патенты. Как Анатолий Дураш постоянно произносит, патент – это инструкция для конкурента. А есть целый комплекс мероприятий, которые в общем, в совокупности защищают технологию и в конечном итоге нас как инвесторов, нас как держателей именно инновационных пакетов, которые со временем будут капитализироваться. Так вот, мы сегодня, друзья, и так уже зачастую показываем больше, чем хотелось бы, но мы с вами работаем в краудинвестинговой системе, и отчетность о проделанной работе – это отчетность о том, как мы сегодня с вами взаимодействуем. Но со временем, когда мы будем все ближе и ближе приближаться к демонстрации, я прошу, друзья, тоже к этому подходить абсолютно с пониманием. Очень многие вещи мы не будем показывать, а о некоторых вещах даже не будем говорить. Для того, чтобы демонстрация и капитализация именно проходила в тот момент, когда это спланировано, когда это готово и когда это уже выходит на благо всех инвесторов. Поэтому это тоже целая стратегия, которая сейчас двигается. Она отрабатывается и внутри КБ, и с партнерами, которые сегодня уже занимаются привлечением крупных инвестиций и выстраивание стратегии вывода по технологии на технологические рынки по различным направлениям. Это по отработке различных проектов, которые сейчас идут, и это, друзья, общая концепция, общая стратегия развития проекта, которая сегодня движется. И я могу сказать, что мы это декларировали изначально, и сейчас можно сказать, что мы подошли к той черте, когда у нас уже достаточно веса, когда у нас достаточно доказательной базы для того, чтобы уже вести переговоры, вести реальное заключение контрактов на проекты, на конкретные трассы, на построение конкретного бизнеса. Естественно, что этот процесс сейчас только-только делает первые шаги. То есть мы сейчас, мы уже не раз говорили, готовим соглашение в Санкт-Петербурге. Ну, там чуть-чуть притормозилось, потому что там очень, все-таки, Санкт-Петербург своеобразный город. А потом, с другой стороны, друзья, у нас процесс, мы начали в Челябинске активно двигаться, вы помните, первый проект «Поехали», который Алексей запускал. Потом со сменой определенных чиновников процесс притормозился. Потом он опять прошел очень быстрыми темпами. Поэтому это, друзья, вопрос в том, что мы работаем, делаем трассировки, работаем с проектировщиком, работаем с теми, кто занимается землеотводами. И эта работа, она не быстрая. Мы отлаживаем и в Челябинске, мы разными, скажем так, темпами, разными итерациями, но подошли сейчас уже к конкретному проекту, к запуску, к соглашению о запуске конкретного проекта, к финансированию. Но это, друзья, тоже вопрос проработки. В Санкт-Петербурге сначала активно двинулось, потом притормозилось. В Самаре у нас сейчас готово уже на выходе, и прям, наверное, ну опять же, не будем зарекаться, может быть, там неделя-две выйдем на подписание. Вот сейчас еще ряд, еще регионов, которые сегодня подключены, с активнейшим образом работает в Красноярском крае команда, которая сейчас продвигает там несколько адресных проектов. И это небольшие адресные проекты, как мы их называем, точки входа, которые приводят к каким-то результатам. Но сейчас уже начинаются более масштабные работы, которые идут уже на уровне... Так, вот меня тут Алексей предупреждает. Друзья, у нас определенные сбои в технологической части, и у нас следующий вебинар, который будет вести Алексей для наших зарубежных друзей, он начнется в 21 час в этой же комнате. Поэтому, друзья, без двух, без трех минут, вы уж не обижайтесь, мы тогда будем закругляться. Вот сегодня вот такая несколько, видите, необычная, точнее, не совсем привычная форма, что сначала не могли войти, а потом приходится сейчас еще и закругляться чуть-чуть раньше времени, потому что обычно мы вебинары все-таки рассчитываем на час двадцать, час тридцать, это у нас такая традиционная форма, вот, а сегодня чуть-чуть покороче. Поэтому тоже прошу отнестись к этому с пониманием, что в 21 час мы комнату на некоторое время отключим, чтобы могли выйти, наши новые друзья смогли туда зайти. Но я думаю, друзья, это на следующей неделе мы такие технологические сбои уберем. Вот, поэтому смотрите, тогда из тех вопросов, которые сегодня необходимо четко понимать и четко представлять. Мы два вебинара с Алексеем вам показали преимущества с точки зрения аэродинамики, и сегодня это действительно научный прорыв, когда в аэродинамической трубе продут уже прототип, именно масштабный прототип подвижного состава, и подтверждены все заложенные характеристики, которые были сделаны в продувке программной, компьютерной продувке, расчеты, и сегодня все эти расчеты подтверждены. Более того, возникло ряд технических сложностей именно с методикой описания и расчетов, потому что существующее оборудование и существующие методики расчетов не позволяют работать с тысячными долями коэффициента ЦИХ, который, собственно, и определяет всю экономику энергетических затрат. И поэтому приходится очень многое сейчас пересматривать, пересчитывать, менять часть оборудования, менять для того, чтобы именно уже подтвердить те теоретические цифры, значения, которые закладывались изначально. Но однозначно можно сказать, что научный эксперимент абсолютно подтвердил правильность тех расчетов, которые Юницкий закладывал в доказательную базу, когда делал экономические расчеты для Министерства транспорта, когда считалась оценочная стоимость интеллектуальной собственности, когда считалась эффективность подвижного состава. Все это идет именно из аэродинамики. Сегодня однозначно можно сказать, что эти все расчеты подтверждены. Практика подтвердила, что это все именно в тех диапазонах, которые есть допустимы, но измерительное оборудование, которое сегодня существует, не позволяет работать с такой точностью. Поэтому сейчас будет доведено ряд усовершенствований с точки зрения методики расчета. И я думаю, что в ближайший месяц мы где-то получим уже документальное научное подтверждение с точки зрения нашей аэродинамической школы тех коэффициентов, на которые мы сегодня рассчитываем и которые сегодня лежат в основе экономики и в основе превосходства технологий SkyWay над всеми другими видами транспортных систем, которые сегодня сравниваются, оцениваются, те, которые сегодня якобы называются конкурентами. Как Алексей любит говорить, но я несколько другой придерживаюсь терминологии, то есть вот эта гонка, которая началась с концептом Элона Маска Hyperloop, она интересна чем? Элона Маска пробил вот эту стену именно общественного скоростного движения, которое может быть в транспорте второго уровня. И он создал сегодня огромное ожидание, он создал огромную нишу на рынке, которая сегодня ждет появления этой технологии. И я могу сказать, что Элон Маск сделал нам большой подарок буквально месяц назад, когда он сделал заявление о том, что в 2016 году, в 2017 и скорее всего даже в 2018 году Hyperloop не выйдет на практические результаты и не продемонстрирует свою технологию. Представляете, какой это, друзья, для нас сегодня интересный повод для того, чтобы продемонстрировав в 2016 году, а в 2017 году выйдя уже на коммерческое применение, мы могли четко показать преимущество технологии Skyway. Ну и второй вопрос, что с точки зрения инженерного анализа, эта технология сегодня не выдерживает пока никакой инженерной критики, потому что у нее столько слабых недоработанных моментов с точки зрения именно концептуального построения, что надо на земле в трубе создать глубокий вакуум, а потом через систему шлюзования выводить туда миллионы пассажиров. Соответственно, сегодня технологических таких решений не существует. На сегодняшний момент это технологическая утопия. И до тех пор, пока она не будет переведена в практику, именно эксперты будут таким образом подходить. Нельзя подходить уже к технологии Skyway с такой точки зрения, потому что все решения, все концептуальные узлы и агрегаты инженерам Юницким сегодня проработаны. Другое дело, что не все могут быть показаны в том виде, как они есть, потому что это ноу-хау, но с точки зрения концептуальной работы системы у экспертов сегодня нет никаких вопросов. И вот эта брошюра, ссылку на которую Алексей сейчас вам скинул, это обязательно посмотрите, обязательно всегда держите ее перед рукой. Под рукой здесь есть все расчеты, вся доказательная база, которая послужила убедительной для экспертов, именно Минтранса, которые признали инновационность технологии, признали ее реализуемость и готовую к применению. Поэтому там есть все, и обледенение, и натяжение, и почему сегодня неразрезная струнная балка намного эффективнее, прочнее и проще, чем железобетонные балки. Есть сравнение по материалу емкости, есть сравнение по трудозатратам, есть сравнение по себестоимости строительства. Это все заложено в те обоснования, которые были сделаны, и которые сегодня уже приняты, и которые в конечном итоге будут отображаться в капитализации той интеллектуальной собственности, которой мы сегодня с вами становимся совладельцами, кто приходит в проект. Теперь буквально коротко, друзья, очень много вопросов сейчас идет по поводу фондов, акций и так далее. И тут даже начинаются какие-то противопоставления, либо какая-то агрессия даже, которая звучит. Здесь я, друзья, могу сказать для всех сторонников Skyway Invest Group, фонда для тех Skyway Capital, RSV, я могу сказать, что, друзья, все эти инсинуации, я считаю, либо от небольшого ума, либо от того, что люди, которые приходят или используют это для проекта, для каких-то других целей, кроме декларируемых, кроме строительства экотехнопарка и финансирования технологий. Если есть какие-то другие цели, то тогда, друзья, я здесь ничего вам не могу сказать. Если вы приверженцы проекта, вы пришли, и неважно через какую структуру вы получили информацию и участвуете в проектах, то здесь, друзья, я могу сказать однозначно, вся юридическая схема проработана. Как в конечном итоге все обязательства, которые выдает Skyway Invest Group, как в виде личных расписок, личных обязательств этой инвестиционной группы, они конвертируются в обязательства компании Евразия and Rail Skyway, все это существует, все это работает, и это, друзья, все уже не вызывает никаких вопросов. С точки зрения оценки, анализа эффективности, я думаю, что, друзья, это не тема сегодняшних разговоров или тем более не тема для какой-то конфронтации. Мы все, друзья, делаем одно дело, мы все работаем на проект Skyway, и противоставление, а тем более сказать, что если вы приходите в один фонд или в другой фонд, это более правильно, я считаю, друзья, люди, которые это произносят, преследуют несколько другие цели, нежели декларируемые, нежели цели развития Skyway. Поэтому давайте это мы оставим на их совести. А на сегодняшний момент я могу сказать, что юридическая схема вся, как с точки зрения юридического обеспечения, юридической защиты всех партнеров, всех акционеров, кто пришел в Skyway, сегодня проработано. Сегодня отработан механизм, каким образом вы вноситесь в реестр акционеров компании Евразия and Rail Skyway, то есть та компания, которая сегодня является держателем обязательств и несет перед вами ответственность. И, соответственно, здесь, я думаю, друзья, никаких сегодня ни вопросов, ни сомнений, соответственно, не может быть. И все остальные разговоры на эту тему – это, друзья, либо спекуляция, либо провокация. Поэтому давайте к этому точно так только и подходить. Поэтому, друзья, мы всегда говорим, что проект Skyway – это мы объединяем мир и объединять, это наша работа. И не все, кто пытается внести сюда разъединение, значит, преследуют какие-то другие цели. И поэтому, друзья, особенно, когда в чате начинается противоставление, либо какая-то агрессивная позиция по отношению к другим партнерам, друзья, во-первых, это некорректно, во-вторых, это показывает уровень и сознательность тех людей, но, в-третьих, друзья, это показывает цель и задачи людей, которые здесь делают. Я сразу могу сказать, что не все, кто сегодня пришли в проект или изображают, что они в проекте работают на то, чтобы он развивался, и он продвигался, и он дошел до своей реализации. Все преследуют, очень многие, кто сегодня декларирует такие цели, преследуют несколько ими. И мы увидим с вами в ближайшее время очень много грязи внутри. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня разворачивается проект, который, ну, именно работа, которая направлена лично против Анатолия Дуаровича Юницкого для того, чтобы очернить его, для того, чтобы налить грязи, для того, чтобы показать большому количеству людей, что это не состоятельный проект, а это утопия, а инженер Юницкий 35 лет занимается полной ерундой. И, соответственно, эта работа тоже готовится, она делается, и мы знаем об этой работе. Сегодня готовится целая такая система, именно для того, чтобы весь проект с юридической, с финансовой точки зрения, с организационной точки зрения то же самое очернить и показать, что люди, которые приходят в этот проект, они, соответственно, действуют неправомерно. Против личных людей, там, меня, Алексея Суходоева, окружения Анатолия Дуаровича Юницкого, тоже готовится такая работа. Почему, друзья, мы сейчас об этом предупреждаем? К этому надо относиться абсолютно спокойно, к этому надо относиться абсолютно здраво, потому что никогда не бывает такого уровня проекта и такого уровня работы, чтобы она не происходила без конфронтации, без взаимоотношений с конкурентами, с злопыхателями и просто завистниками, которых сегодня тоже огромное количество. Поэтому, друзья, все, кто... А сегодня, я думаю, что на наших вебинарах собираются в основном единомышленники, в основном люди, которые ориентированы на достижение тех целей и задач, которые мы ставим, декларируем. Поэтому, друзья, относитесь к этому спокойно. И прежде чем анализировать или тем более распространять такого рода информацию, которую вы будете получать, очень хорошо подумайте, очень хорошо взвесьте, посоветуйтесь, если есть кем. И только после этого делайте какие-то резкие шаги или там вводите какое-то осуждение или там тем более агрессию по сравнению, ну, по отношению к кому-то другому. Потому что, друзья, по-другому мы не можем с вами не двигаться, не развиваться, потому что не консолидировав наши усилия, не объединив наши усилия, не работая вместе и не объединяя мир, мы, друзья, ничего не сделаем. А злопыхатели у нас, к сожалению, без них. Но я тут на одном из вебинаров приводил очень интересный такой пример, который я для себя всегда держусь с детства. Можно ли, друзья, стать мастером спорта по боксу, стать чемпионом, допустим, Москвы, при этом не получив ни разу по физиономии, не работая, не проведя десятки и сотни боев. И причем каждый следующий бой, друзья, он более сложный предыдущего. Это травмы, это удары, это больно. И никуда, друзья, от этого не идти. Поэтому для того, чтобы победить, нельзя этого сделать без определенной борьбы. Поэтому борьба, друзья, она сопровождает любого рода такие проекты. И я абсолютно уверен, что та команда, та сообщество людей, которое сегодня собралось и двигает проект Skyway, они к этому готовы. Мы с вами, друзья, не просто так собрались, поверили и двигаем этот проект, чтобы каким-то, ну скажем там, злопыхателям или недоброжелателям дать возможность сегодня помешать, задушить или налить грязь на проект. Нет, друзья, это произойдет самоочищение само собой, потому что большинство людей, с кем мы общаемся на конференциях, с кем я нахожусь в переписке, кто приходит к нам на вебинары, это, друзья, абсолютно честные люди, которые верят в проект и задача которых увидеть результаты, которые мы все перед собой ставим. И я думаю, что, друзья, сегодня другого результата просто не может быть. Еще очень много задавалось вопросов по поводу дивидендов, капитализации, выплаты и так далее. Я всегда, друзья, тоже многократно говорил на эту тему высказывания моей бабушки, она очень мудрым была человеком, так вот, она говорила, дай бог нам дожить, друзья, до этих проблем. Что это имеется в виду? Дивиденды – это уже работающий бизнес, который дает прибыль, и с этой прибыли идут отчисления на ваши акции, как совладельцы этого бизнеса. Друзья, я больше всех в этой жизни хочу увидеть, как это будет делаться, потому что я являюсь довольно-таки крупным владельцем пакета, поэтому для меня это будет крайне важно. Но, друзья, когда я говорил, что доходность по нашим инвестициям не может быть, а будет еще в этом году, это, друзья, не то, что начнутся платить дивиденды по акциям, которые есть. Нет, это говорится о том, что ваш пакет, которым вы сегодня обладаете, будет обладать ценой, и ценой выше, чем вы за нее заплатили. То есть, если вы заплатили определенную сумму, имеете определенный пакет, то уже в этом году будут желающие выкупить у вас этот пакет по цене намного выше, чем вы за это заплатили. Это будут десятки и десятки процентов вычислений, и вы уже будете в прибыли. Я почему об этом говорю? Потому что сегодня уже возникает ряд фондов от нас независящих, которые собираются выкупать. Мы, как компания, не заинтересованы в том, чтобы держатели наших обязательств, наших акций продавали свои обязательства. Но запретить это, друзья, мы ни в коем мире не можем. Если кто-то, сегодня обладая крупным пакетом, хочет определенную часть продать с большим дисконтом, допустим, 1 к 2 или 1 к 5, а купил этот пакет с дисконтом 1 к 100, то мы не можем, друзья, это запретить. Это закон рынка, это закон свободной продажи и покупки. Но, как компания, еще раз говорю, мы в этом не заинтересованы. Поэтому наши рекомендации, друзья, если вам будут предложения, вы купили, у вас есть пакет 100 долларов, а вам предлагают за него 500 и продать, я вам рекомендую, друзья, и вся наша команда рекомендует, не продавайте эти пакеты, потому что через очень короткое время, через год, через два, эта цена будет намного выше. И вы потеряете ту возможную прибыль, которую вы сегодня отдаете. Хотя такие предложения, скорее всего, друзья, будут возникать, вот начиная с весны этого года, потому что, как распространяется информация, сегодня уже готовятся определенные фонды, и это сопровождает, друзья, любой проект. Это естественное развитие проекта, который есть. Поэтому давайте мы будем, а тем более, когда будет закрыт вход в корневую технологию, то спрос на эти обязательства просто резко возрастет, и у каждого, кто обладает таким пакетом, будут предложения по продаже. Соответственно, вы сами будете принимать решение, продавать или не продавать, но еще раз скажу, мы вам это делать не рекомендуем, потому что в ближайшем будущем вы потеряете намного больше. Но с точки зрения доходности, да, уже начиная с продажи этих пакетов, вы можете получить какую-то прибыль, но при этом вы потеряете то, что дальше даст реально капитализацию этих пакетов. Поэтому, друзья, это ваше право принимать решение, ваше право думать. А наша задача сегодня, друзья, это двигаться, строить, продвигать информацию и, соответственно, объединять людей, для которых слово «Skyway» и «Спасай планету» – это не пустой звук. Поэтому я рад, друзья, что мы с вами движемся, что сегодня даже на этот текущий сложный технический момент у нас сегодня не смогло поприсутствовать практически половина еще, кто хотел участвовать в вебинаре. Но я думаю, на следующий раз мы это, друзья, с вами компенсируем и будем двигаться дальше. Я еще, конечно, три слова хотел сказать про текущую экономическую ситуацию. Но, друзья, я думаю, что до следующей недели она не так резко ухудшится, хотя несколько станет не так благостной, как на сегодняшний момент. Но, друзья, давайте это оставим на следующий наш вебинар. Поэтому, друзья, рад, что вы с нами. Давайте двигаться и строить Skyway вместе, объединять и строить новый мир, который мы сегодня делаем своими руками. И, соответственно, это, друзья, в наших силах. Поэтому благодарю, что вы с нами. И давайте освобождать комнату уже для следующего вебинара, который будет проводить Алексей. К сожалению, друзья, у нас сегодня такие технические накладки. Но, с другой стороны, друзья, это не может не радовать, когда нам говорят, что следующие желающие хотят поучаствовать в вашем вебинаре. Поэтому давайте освобождайте быстренько комнату. Давайте, друзья, на этой неделе все-таки этому правилу подчинимся. Поэтому это тоже наша совместная работа. И это тоже очень важный вебинар, который Алексей будет проводить для наших, скажем так, зарубежных друзей. Продолжение следует...